доброе утро мы все еще в крыму купили вы не поверите вдруг неожиданно веганские сладости прям вот удивился знаете решили попробовать я не заморачиваюсь с едой на все-таки артур приятного аппетита кушай малыш да открывай также ялте вечерами достаточно холодно я даже сам подумываю что вечером второй раз пойдем гулять уже одену куртку потому что потому что мы вернулись прямо футболках уже становится холодновато лавочки все первый раз такое вижу артур вот так открой бери кушай это все натуральное совершенно поэтому надеюсь тебе понравится я первый раз вижу лавочки обрызгивают они все мокрые ну для чистоты я такого нигде не видел не в москве нигде ни разу а здесь такое есть ладно приятного просмотра в это очень непростое тяжелое время мира всем нам это действительно так мира всем нам пойдем дальше друзья я конечно очень рад что артура смог вывести в лето потому что даже в ростове ну в ростове бывшая жена с детьми сейчас живет даже там уже не так как на море и все-таки море я вот сейчас сюда кусочек видео ставлю снят несколько дней назад еще здорово так заходишь в номер а здесь море а что знаете я ощутил какой к час покажу вот сидишь работаешь за ноутбуком а за спиной у тебя море видите да конечно в этом плане она как для фона очень здорово по-настоящему круто когда сидишь работаешь что-то делаешь за ноутбуком зеркало и за ним море отражается я бы хотел конечно таком месте жить хотя повторюсь для меня всегда город были были приоритетом не может он у меня потерялся вот как там наверно по поводу зеркало по поводу вида на море я все-таки здесь вот именно в ялте море полюбил больше чем где бы то ни было хотя знаете повторяю постоянно говорю одно и то же что для меня горы всегда важно море но есть и хорошо никогда не было такого что я прям море это все но здесь в ялте она ну опять же она такой же точно как к примеру да наверное в сочи или где поближе здесь здесь анапа ближайшая насколько понимаю по карте помню она в принципе такое же просто сейчас цвет его другой и жары такой нет жесткой как к примеру в июле в августе когда мы отдыхали но все равно сейчас как-то на море я смотрю по-другому и вот это вот когда ты просыпаешься вид на море я теперь понимаю почему в той же сочи к примеру да и здесь кроме цены тоже очень сильно высокие особенно с видом на море почему такие цены потому что в сочи я уже говорил какие-то совершенно нереально безумные просто чокнутые цифры абсолютное безумие когда там 30 миллионов может стоить студия с видом на море а то и больше это в сочи понимаете это ну вообще просто невозможно понять осознать потому что безумная россия эта страна которую я люблю знаете имея такие сумасшедшие деньги по крайней мере раньше можно же купить просто какую-то виллу ну пересчитайте на доллары это же будет сумасшедшие сотни тысяч долларов как если конечно не брать какой-нибудь майами там дорогие города мира или ну западные то ну вы посмотрите интернет за эти деньги вместо студии здесь например 20 там пять метров а то и меньше можно же купить что-то чувствовать себя каким-то графом хорошем смысле слова я же был европе путешествовал очень на кипре кстати не знаю но возможно я думаю за эти же несколько сотен тысяч евро можно купить прекрасный домик и понимаете уровень другой совершенно ты купишь дом вот мы на кипре были я все время про кипру ну просто там был больше всего я давид мы на кипре пафор сегодня 3 мая 2012 года все круто наконец-то я купил все солнцезащитные очки пойду улицу чуть поснимаю еще сейчас достаточно прохладно градусов сколько не знаю но ветерок прохладный мы здесь третий день пока еще не купались вчера шел дождик здесь очень много русских практически везде понимают и говорят по-русски много русских очень живет это как я понял центральная улица города пафос здесь и днем красиво и ночью красиво много пальм вот оно море завтра пойдем купаться солнечно тепло здесь что здесь не знаю в общем красиво вот мы пойдем еще ненадолго к морю мы в хорошем отеле я про него снял видео древнегреческом стиле очень много фресок папируса там понимаете вот мы ездили я квартиру в москве снимал за 46 тысяч в месяц это двушка в брежневском доме в брежневском доме старом 70 какого там 3 что ли года постройки это кооператив был люди женщина что сдавала ее родители большие молодцы они аж две квартиры в кооператив взяли понимаете расплатились за них советская ипотека так называемая была я не знаю всем можно было или только кому-то как вся эта процедура работала на советское время если ты не хотел ждать бесплатную квартиру ты мог ее купить ну понятно что за недорого как то все было достаточно адекватно я разговаривал с людьми там другой человек в этом доме живет он тоже кооператив брал я не помню суммы но это все было совершенно не похоже на эту рыночный оскал капитализма которым мы сейчас живем совсем было все по-другому но это к слову и вот я снимал двушечку 43 метра брежневская сосед алкоголик внизу люди разные ну что ты бросаешь и а там я приехал у меня такой разрыв шаблонов я приехал первый раз артур двенадцатом году приехали в пафос это город такой на кипре город такой отчасти пенсионеров отчасти молодежи мажорной то есть ездят на дорогих парше ferrari могут гонять по дорогам могут под музыку громкую то есть одной стороны но мажора это так высказался то что я например там встречал ребята совсем молодые они еще россии плохо отзываются меня всегда коробил если ты уж уехал из россии то какого хера ты страну то который ты родился оскорблять зачем меня это прям вымораживает ну не в том дело в том что пожалуйста вот до специфичная европа кипра такая странная европа со своим менталитетом чуть дороже все потому что это остров разумеется логистика дорогая но сейчас артур что слизь хочешь но просто я говорю я снимал за 46 тысяч это тысяча сколько 300 евро или пища это было 1500 долларов или тысячи даже чуть больше потому курсу двенадцатом году и за эти же деньги я просто офигел что мне сказали ты груз за 350 евро можешь снять только ну за три а 380 400 евро трехкомнатную квартиру с двумя санузлами в доме но если с видом не на море то рядом с видом на море там на 50 евро дороже я просто я просто охренел ребята я плачу 1300 а тут мне говорят за 400 можно снять с видом на море европейской стране где все улыбаются обмена беже не слушайте все этот бред кто был но нет такого там бреда что русских не любят по крайней мере раньше иди сюда не ори иди сюда то есть там комфортно жить мы сейчас пойдем играть что-то но нам не нужно сюда у нас там есть своя комната игровая пойдем и у меня был просто диссонанс понимаете мы поехали в горы до в горах на машине нужно добраться чуть-чуть проехать там 10 минут 15 не невысоко в горах там дом по моему там восемь комнат как вы знаете мы смотрим фильмы про роскошную жизнь вот реально хороший классный дом отличная мебель огромная кухня там три или четыре санузла как в американский фильм в каждой комнате хорошего сантехника хорошая визе понимаете большинство населения россии даже таких не бывало не то что жить там есть гостевой туалет около потом есть бассейн это нормально в деревнях кипрских ну может и не во всех но где я был там бассейн и рядом с бассейном есть еще иди сюда или сюда не ходи туда там рядом с бассейном есть гостевой туалет чтобы вы понимали гостевой туалет это отдельно стоящее здание такое же уровень как квартиры там унитаз рукомойник все тоже с хорошей сантехникой фаянсовой все также цивильно и вот это все чудо стоило 1000 евро в месяц ну а я думаю я за 1500 снимаю пусть и в москве вот эту маленькую двушечку которая мне даже не принадлежит и не будет принадлежать это было так удивительно это мысли вслух я просто делюсь каждой из моей истории что-то свое и ну как видите я же не уехал туда и не за того что делать там ничего на самом деле мы разговаривали с людьми там огромная коньюмити русскоязычных люди друг другу помогают мне сказали легко найти работу если ты хотя бы гвозди умеешь забивать там что-то элементарно сделать ты уже не пропадешь что так Артур вот как всегда вот но люди подумают что я тебя не кормлю что ли что мы сейчас поели мы второй раз перекусили по пути сесть да хорошо а дальше что так поговорить хочешь со мной наговори в детскую комнату а давай мы не сюда пойдем в нашу замечательную детскую комнату в санатории конечно пойдем до морюшка дойдем и обратно и вот из этой истории что могу сказать я думаю все таки скорее всего дело в том что такие сумасшедшие деньги это не выездные покупают и ну просто и бизнесмены потому что при всем уважении к сочи мне там понравилось там классно но цены конечно перегреты невероятно невероятно всем привет я второй день в сочи начинаю свой путь в догомысе сейчас на замечательной ласточки доеду до сочи и буду рассказывать вам про город я на моноколесе здесь показать вам как люди отдыхают безусловно можно и нужно раздельный сбор мусора кстати не первый раз вижу вообще комфортно приятно дорого конечно там стаканчик арбуза порезано 250 рублей это цена арбуза а там 6 часть арбуза на самом деле но такой у нас менталитет и не говорите мне что за границей также был я там там если стоит вода 2 евро то она стоит и магазине и у водителя в автобусе когда у тебя выбора нет кроме как у него купить и в аэропорту она 2 евро стоит и ты в гору поднимешься матом хочется сказать там и туалете бесплатный чистый будет и тебе будет там и вода те же самые 2 евро стоит понимаете опять же гуглите смотрите я лично видел объявление что от 11 миллионов на этапе строительства дом уже построен отделка идет это рядом сочи джиганат джиганат как он называется забыл ну рядом три станции все проехать догомыс джиганат пойдем сюда и там от 11 миллионов студия при том окна будут естественно не на море это не сочи чтобы вы понимали это не набережная там еще между ними большое расстояние которое со временем могут достроить поэтому такая цена но это безумие ладно пойдемте до морюшка и дальше что ничего интересного вам расскажу покажу будут и путешествие чуть позже ладно ну просит так сильно ребенок ну зайдем возьму я пиццу небольшую хотя бы что-то она все падает сейчас пойдем артур пойдем цены я в прошлом цены в прошлом выпуске показывал но там на набережной дороже здесь подешевле немножко как бы усказывался подробнее ну как бы после москвы такие цены не пугают понятно что если заработок там тысяч 15 2 опять же ребят вы мне не верите сейчас вот с местными разговаривал с интересным таким человеком на улице ко мне подошел узнал меня он я говорю но честно гору 20 есть и меньше есть и меньше люди зарабатывают зимой то есть понять даже меньше 20000 и для меня это не секрет вот прекрасный чистый город замечательная ялта ребята ну куда мы скатились что такое даже 20000 одному взрослому мужчине это даже не о чем если у тебя квартира даже или дом за который месяц платить мало но это выживание просто если у тебя ребенок двое ладно пойдемте с каком-то пойдем кстати правильно говорят критикуешь предлагай я сейчас случайно наткнулся в новостях на удивление наших российских новостях 20 идей для развития россии вы знаете такие вещи человек пишет я прям впечатлен почитайте это же просто вещи интересные вот пожалуйста человек предлагает почему это не делается я не знаю но звучит все просто прекрасно ссылку оставлю почитайте распространить это наша с вами жизнь давайте предлагать вместе слушайте но внутри так здорово на самом деле сейчас посмотрим как еда большое место там еще зал туда дальше на второй этаж очень достойно слушайте как же здорово хорошие вещи делать да мы сюда еще обязательно придем но я думаю и кухня здесь должна быть нормально вы только посмотрите красота какая не часто так красиво всего видишь пойдем артур второй этаж но осталось попробовать рассказать выглядит все аппетитно ну ладно до моря так и не дошли но в любом случае классно что мы прогулялись сейчас артур пойдет спать нужно малышу поспать потом еще занятия будут и вечерком еще прогуляемся уже наверно куртки оденем ночью плюс 3 плюс 3 представляете вообще конечно неожиданно хорошо что куртку с собой взял ума хватило ни в одной футболке поехать а то я могу красиво 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 я уже показывал такое сооружение и в санаторий кирова есть что-то похожее я сейчас вам покажу мы до туда дойдем очень необычно спать спать кожи воздух тут все-таки кипарисы что еще в дереве разные воздух потрясающе везде записались на экскурсию судак новый свет чего такой вытирай руки выбрасывай сейчас на закорке возьму ну конечно возьму на закорке и экскурсия сейчас экскурсия на 13 часов у нас процедура уже 15 числа все кончатся необходимые тихо 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 поэтому 15 мы 8 15 подходим сюда далеко и едем и приедем где-то в 9 судак новый свет максимум там 450 рублей доплата какие-то входы но остальное ну и питание наше понятно ну здорово хоть посмотрим что то здорово покушали хорошо с артуриком артур довольный хитрый жук да все спать спать скоро скоро экскурсия покажу вам а то все одну и ту же картинку показываю хожу по ялте по одним и тем же местам фактически мы скоро будут горы да но не надоедает по таким красивым местам гулять потому что красиво действительно мы на территории санаторий кирова любят здесь вот эту полигональную кладку то машина спокойно проедет место много хочу показать вам такие места красивые я уже много показывал всего это большой труд поддерживать все это огромное реально очень большое пространство в таком виде очень очень хорошо кипарисы воздух классно держись крепко держись не елась вот арка который я говорил там дальше тоже очень красиво я уже артура спать укладывать иду все здесь почти никто не ходит такое место интересно я но айфон конечно стабилизирует офигенно артур меня трясет ногой руке постоянно вот такая вот арка красиво достаточно но это современная судя по всему раньше конечно делали намного идеально что-то написано давайте самому интересно маршрут и номер 12 санкира вон это современное уже сбилось слушать вот здесь место классно ох как величественные кипарисы да все пойдем спать да да тебе это хорошо на закурках давай сюда рюзачок здесь эти вода питьевая очень вкусная не не спать артур ты чего вот так вот спать какой спать когда там детская площадка такая очень красиво и и Воды времени свирепствуют, негодуют грубо Обрываясь жизни под звуки чарующей музыки Смотри, как мир уступленно танцует Опьяненный вином иллюзии Растекая волны корыстных желаний Исполненные решимости двигаться на пролом Мудрецы переходят эту реку страданий На другом берегу их дом Мудрецы переходят эту реку страданий Мудрецы переходят эту реку страданий Смотри на небо, посмотри, как плывут облака И солнце свет, нам с тобой не поймать никогда Наш мир убогий и в нем нет И капли души, везде ворот, ну а ты дыши Мудрецы переходят эту реку страданий